Контроль за ростом цен на социально значимые продукты питания ведет специализированный региональный штаб. Еженедельный мониторинг проводится как в Петропавловске, так и в районах области. Сегодня около ста городских магазинов закреплены за местными и территориальными исполнительными органами. Департамент предпринимательства и индустриально-инновационного развития проводит анализ и определяет, по какой причине растут цены. В настоящее время в перечень социально значимых продуктов входит 19 наименований. Это рис, гречка, растительное масло, мука, макароны изделия, сахар и многое другое. По словам руководителя областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Медета Аспанова, в этом году фонд закупит 3000 тонн муки и 1500 тонн овощей. «Население областного центра обеспечивается молочной продукцией крупными мясными молочными заводами. Отпустная цена производителей молочной продукции у нас в регионе уже на протяжении 3-4 лет стабильная. Для стабилизации цен на муку, хлеб, пирожки в Акиматном области проработан вопрос прямых поставок от сельхозтоваропроизводителей. Так, производители социального хлеба стабильно обеспечиваются мукой первого сорта, также пшеницей третьего класса по сниженным ценам. Тем самым у нас на сегодняшний день по республике самые низкие цены на хлеб и на мучную продукцию». Сегодня наблюдается рост цен на розничную продажу сахара и масла. Это инициатива завода-производителя. К примеру, Тарасский сахарный завод и Коксущий тер продают по 285 тенге за килограмм. Стоит сказать, что каждую субботу в областном центре проходит сельскохозяйственная ярмарка. Цены на продукты здесь гораздо ниже рыночных.